приветствую гостей канала а также уважаемых подписчиков и сегодня мы углубимся в настройки studio one 5 и так мы установили программу я ее уже купил и теперь мы разберемся как нам ее адаптировать под свои так скажем нужды видео будет не коротким так что набираемся терпения и поехали вот мы установили демо версию активировали ее или купили я ее купил и переходим в настройки этой программы здесь мы можем создать наш профиль указать наше имя жанр музыки веб-сайт что в дальнейшем будет использоваться как теги музыкальных композициях дальше перейдем в настройки конфигурации аудио устройств начнем по порядку я выбираю русский язык проверять обновление кому важна эта функция включайте интерфейс чтобы разобраться с интерфейсом давайте создадим сессию и так я объясню для чего нам нужно было создать проект переходим опять в настройки смотрите здесь мы можем менять цвет если мы добавим насыщенность это будет лучше видно вот так выбираем цвет нашей программы я оставляю все в нулях здесь у нас яркость это будет удобно тогда когда ярко освещенное помещение или вам просто нравится яркий интерфейс контрастность она повышает четкость написанного и вот здесь очень интересный вариант смотрите если мы делаем вот так сетка будет черной вот так фон становится темным сетка становится белой а если мы уменьшим этот режим то у нас практически исчезнет сетка то нам естественно нужно для редакции поэтому я думаю что вот так будет лучше во всяком случае для меня схеме раскладки клавиатуры мы можем выбрать привычные для нас значения допустим вы раньше работали на лоджике или кубейс или протуз или кейк велк то можете выбрать эти раскладки клавиатуры я оставляю все как есть также вы можете переназначить здесь раскладку клавиатуры перейдем в конфигурацию песни здесь мы можем сохранить настройки частоты в которой мы будем работать битность если мы работаем с видео сколько кадров в секунду данная программа поддерживает до 30 кадров в секунду здесь мы можем ввести кто автор но он вводится автоматически так как при настройке программы вы уже ввели свои данные здесь лучше все оставить по умолчанию во вкладке информация мы можем ввести свою фотографию добавить какую-то информацию о наших стилях музыки по автор в общем здесь все интуитивно понятно также вы можем поставить галочку вот здесь и при создании нового проекта мы сможем вводить эти данные заново переходим во вкладку входы-выходы здесь у нас отображаются входы нашего аудио интерфейса звуковой карты здесь мы можем добавлять и удалять их также мы можем сохранить настройки а потом если это нужно импортировать или экспортировать перейдем во вкладку выходы здесь отображаются все выходы наши звуковой карты их мы также можем добавлять и удалять здесь а также все выходы мы можем назначить в микс что это нам даст если мы назначаем это в микс за все входов музыка или записываемый инструмент будет идти на воспроизведение всех выходных каналов а если мы отключим вот этот параграф то тогда сможем выбирать на какие каналы пойдут у нас определенные инструменты или треки также это мы можем выбрать здесь выбрав пункт общий выход и так дальше переходим в папки здесь мы указываем папку в которой у нас будет сохраняться все что мы записываем и все наши наработки здесь мы можем увидеть какие файлы поддерживает tudio one 5 папка сеты сеты это папки в которых у нас могут располагаться сэмплы музыка которую мы используем в нашей работе здесь мы можем добавить разные инструменты дополнительные например какие-то другие аудио редакторы здесь мы можем указать папки сторонних плагинов аудио устройство в данный момент я использую программу для записи этого видео мой звуковой интерфейс не отображается но здесь вы должны выбрать звуковое устройство с которым вы будете работать параграфе процессинг мы выбираем какой частотой сэмплирование мы будем работать программа поддерживает 64-битное сэмплирование что очень хорошо а теперь интересная и нужная функция внешние устройства здесь мы можем добавлять наши внешние устройства это миди клавиатура барабаны позже я расскажу как очень интересно можно воспользоваться электронными барабанами студии one 5 а так мы здесь выбираем добавить название возможно ваши интерфейсы или миди клавиатура могут оказаться в этом списке тогда будет все гораздо проще а так выводите сами название определяете какой тип устройства у вас новая клавиатура новый инструмент новый контроллер дальше вы выбираете вход в моем случае это fast track pro в данный момент и выход midi out fast track pro вы выбираете свой интерфейс здесь дополнительные вкладки здесь здесь все интуитивно понятно можно что-то менять что-то не менять это дело по умолчанию здесь стоят настройки после установки студии one 5 когда вы создаете трек в нем автоматически активируется функция мониторинга и записи это можно отключить в этом программе здесь мы можем настроить микшер включив дополнительные функции я оставил все по умолчанию синхронизация по тайм-коду в принципе не обязательно теперь перейдем в саму студию one 5 сейчас мы продолжим настраивать внешние устройства то есть виде клавиатуру электронные барабаны и клавиатуру нашего компьютера если у нас нет виде клавиатуры зайдем в папку инструменты выберем вот этот сопер немного ранее мы настраивали внешние устройства и вот вы их настроили они все у нас здесь есть у меня здесь виде клавиатура новая клавиатура это ваш барабанный контроллер и это наши барабаны тут у нас располагается клавиатура нашего компьютера можно ее выбрать чтобы ее увидеть переходим вот сюда в параметр и выбираем клавиатуру и теперь компьютерная клавиатура готова заменить виде клавиатуры также очень удобно студии one 5 сделано что мы можем переключаться между контроллерами то есть это моя виде клавиатура контроллер барабанов и сами барабаны это очень интересный плагин и если мы его подключим барабаном мы сможем назначить хэд рабочий снэйр здесь мы сможем создать свою ударную установку также хочу заметить что мы можем микрофоном записать настоящие живые звуки барабанов и загрузить их сюда к примеру сейчас я покажу вам схему которая соответствует пэдом на электронных барабанах чтобы правильно загрузить чтобы у вас не перемешалась ударная установка то есть хэд звучал хэтом снэйр снэйром бочка бочкой здесь очень важно правильно загрузить центр и так сегодня мы рассмотрели настройки программы и интерфейса и так подписываемся на канал ставим лайки дабы это стимулирует скорый выход новых видео и отличного всем сауна